С 2014 года литовские автомобили с номерами стран ЕС украинские власти позволили ввозить транзитом сроком на 10 дней, без какого-то таможенного оформления. Сделали это для того, чтобы недорогие иномарки из Европы использовались в операциях в неспокойных районах Восточной Украины. Киевские СМИ писали в то время, старые машины портить не жалко, а средства доставки солдат и поддержания жизнедеятельности в районах боевых действий необходимо как воздух. В 2015 году литовских номеров на дорогах Украины резко прибавилось. Под предлогом отправки в Восточные регионы их ввозили для чисто гражданских нужд. Появилось множество схем – от регистрации на фиктивные фирмы до поисков посредников в Литве, на имя которых записывались тысячи автомобилей. Итог – десятки, если не сотни тысяч машин-призраков с литовскими номерами, которые превратились в настоящих нелегалов. В соцсетях уже шутят, что встретить настоящего литовца в автомобиле с литовскими номерами – настоящее чудо. Наша съемочная группа отправилась на авторынок Вильнюса наглядно посмотреть, как идет никем не контролируемая торговля. Я покупаю здесь машину, снимаю ее с учета, еду в Украину. Я там получаю украинские номера. Хочу для себя. Я дешевенький, в Шкоду смотрю. У нас закон принятый, льготный. Можно одну машину в год растаможить на льготных условиях, пожалуйста, до конца 2017 года. Ответственный водитель ищет не слишком дорогой автомобиль с возможностью получения в своей стране украинских номеров. Это скорее исключение. Гораздо выгоднее найти жителя Литвы, заплатить ему за услугу регистрации на свое имя 200 евро. Такая такса сейчас действует. И после пересечения границы раствориться на просторах Украины. Говоря о регистрации транспортных средств, мы заметили, что увеличилось число регистраций с целью вывоза из Литвы автомобилей в третьи страны, к которым относится и Украина. Каких-либо нарушений в этом плане, в плане регистрации, у нас не замечено. Возможно, для Литвы столь широкий спектр продаж недорогих автомобилей за рубеж и на пользу. Однако Регитра с 1 сентября ввела новые правила регистрации для покупателей иностранцев местных автомобилей. С 1 сентября изменились правила регистрации именно для жителей третьих стран. С этого месяца иностранцы не могут быть владельцами транспортного средства при регистрации. В свидетельство регистрации вписываются данные жителей Литвы, а владельцем автомобиля может быть только житель Евросоюза. В настоящий момент, по данным Государственной фискальной службы Украины, в этой стране число авто с иностранными номерами достигает 530 тысяч. Это только официально. Неофициально никто не знает. Больше всего ваша Литва больше. У вас цена хорошая, и оформление у вас же там ставят на фирму на учет, а здесь потом катаются по вашим номерам. На фирму либо в Польше, либо в Литве ставятся на учет, и здесь уже как временный гост. Плюс в этом только то, что люди могут купить более-менее машину по нормальной цене. А минусы в том, что как они застрахованы, как это влияет на то, что ты кого-то ступнул, грубо говоря, можешь бросить машину, и где тебя искать. Это минусы, я так думаю. Кстати, в Литве уже ходят слухи, что именно из-за массовых продаж литовских машин в третьи страны будет расти цена на страховку. После ДТП литовские компании вынуждены покрывать ущерб, а проверить случаи за границей чрезвычайно сложно. А когда счет идет на десятки тысяч... Сейчас в самом Киеве проходят забастовки, на которых владельцы авто с литовскими номерами требуют от властей амнистировать все машины-призраки. А пока правовое поле в этом вопросе размыто, поток машин из нашей страны на Украину не прекращается. Вот уже два года. Ирина Высокович, Витянис Стругинис, Первый Балтийский канал.